Друзья, привет! Всю ночь занимался магазином, только вернулся домой и понял, что я просто тупо не вывезу видос, если буду записывать его вечером. Поэтому сразу решил вам записать краткие соображения по ситуации на рынке. Не могу же я вас кинуть на сегодня. Значит, быстренько посмотрим, какая ситуация, разберем мои сделки. Те, соответственно, кто подписан на мой бесплатный телеграм-канал, ссылку на который вы можете найти в описании, видели, что я там ночью делился своими соображениями по движению. Соответственно, те, кто только смотрит YouTube-канал, в прошлом выпуске я обозначал насчет того, что с большей вероятностью уровень 20 тысяч мы с вами трогать не будем. Так и произошло, мы получили коррекцию, сейчас мы должны определиться, это какое-то начало более глобальной коррекции, или все-таки потенциально мы с вами будем рассматривать сейчас коррекцию вполне логичную. Ну, вполне нормальную, не логичную, нормальную коррекцию в рамках Fibonacci. И дальше, соответственно, будем рассматривать продолжение восходящего движения. Соответственно, и что касается ситуации по Zcash, вынесло меня по стопу, я просто тупо не успел передвинуть стоп. Но еще повторил сделку, покажу вам сейчас, все расскажу. Давайте посмотрим на графики. Для начала хотел бы с вами посмотреть биткоин. Биткоин, я думаю, давайте часов на 6 опустим. Что очень интересно и важно, уровень, куда нас прокатили, уровень, как нас откупили. И, соответственно, локальная защита. То есть прокатили до 16200, откупили сразу. То есть, во-первых, в рамках вот этого роста, ну, это, конечно, еще не полная коррекция, которая могла бы быть, но уже довольно неплохая коррекция, которая может быть вполне приемлемая. Не буду говорить тут, что отбились от скользящей средней, я слабо в это верю. Но факт есть факт, вот от этой скользящей средней отбились. Ладно, смотрите, довольно резко откупили. Сейчас выставили его за уровень 17300, и локально наблюдаем защиту этого уровня, уровня 17000. Теперь, что здесь я считаю довольно важным. Возьмем любую альту. Ну, к примеру, давайте сразу возьмем Stellar Lumen, потому что здесь кое-что есть очень интересное. Давайте вот так вот. Соответственно, у нас тут есть даунтренд, да, ну, то есть коррекция, формирование локального даунтренда, преломление даунтренда, полка проторговки подтверждения, продолжение движения. Плюс-минус то же самое наблюдаем на репле. Соответственно, тоже давайте перейдем на чуть-чуть более крупные, но все же локальные таймфреймы. Так, давай загружайся. Соответственно, смотрите, также ломаем локальный даунтренд, причем здесь коррекция довольно неплохая. Получаем подтверждение продолжения восходящего движения. Соответственно, отсюда и логика нового ордера, который я здесь поставил, с небольшим стопом, сразу хочу это обозначить. Соответственно, коррекция, если вы помните, я набирал ранний актив, он дошел до уровня 90, я, блин, забыл, вот реально просто забыл переставить стоп. Я хотел это сделать, забыл, потому что знал, что вероятнее всего от уровня, единственное, здесь он где-то, от скольких он отбился, еще тормози, так, от 90. Ну, от уровня 95 я знал, что будет коррекция, я как раз хотел где-то на уровень 90 поставить стоп. Ну, блин, там, в тот уровень. В общем, короче, запамятовал, забыл, все, пропустили, считайте, здесь меня стоп просто выбило. Но самое важное, что, самое важное, что, соответственно, опять наблюдаем локальный даунтренд, коррекцию, пробой даунтренда, выход за него, подтверждение. То есть, как бы здесь, в принципе, выход, он мог бы быть ложным, если бы мы с вами не обращали внимания на другую альту. Плюс не обращали бы внимания на биткоин, как его удерживают и какой уровень сквиза нам дали. Есть нехилая вероятность, что как минимум, как минимум, нам с вами могут показать вторую вершину или что-то около того, прежде чем пойти на... Точнее, давайте как минимум, это не как минимум. Как минимум нам тут могут показать движение у Тидаут в уровне 18 тысяч. То есть, это было бы нормальный отскок, отбой, и дальше, если мы продолжаем исходящее движение, то мы бы сюда ушли и пошли дальше. Потенциально могут вполне протестить еще разок этот уровень, могут даже сквиз за него дать, чтобы еще спровоцировать панику. Что касается пробития уровня 20 тысяч, честно, не знаю, ничего здесь не буду говорить. Вообще, решил, так как на рынок вернулась волатильность, все-таки смотреть немножечко более локальные трейды. Пока что, думаю, можно еще разочек попробовать попытать удачу с Zcash, потому что, конечно, отчасти это удача, потому что мы находимся под уровнем 75-77, это под уровнем глобального сопротивления. Давайте мы вот так вот на крупных откроем. Это, вот видите, под уровнем глобального сопротивления, то есть, ну, грубо говоря, когда это была поддержка, мы его прошли, пока что под ней тусуемся. И это, конечно, да, это негативный фактор. Но, учитывая ситуацию с другой альтой, я думаю, здесь есть смысл это дело потрогать. Соответственно, что касается движения по биткоину, если мы, соответственно, будем проходить уровень 17 тысяч долларов, вот он, вот сюда вот, вот он ключевой уровень, 16700-16800, он покажет, что, то есть, пробой этого уровня нам покажет, что с большей вероятностью мы будем уходить к нижней его границе. Это уровень 16400, ну и там, соответственно, рядом нижний уровень сквиза, и мы будем, вероятнее всего, в него выходить. Но, учитывая локальную ситуацию, думаю, с меньшей вероятностью мы будем пробивать с вами уровень 17 тысяч, пока что здесь потесуемся, потом будем тестить уровень 18. Дальше уже будем смотреть, есть ли тут смысл продолжения какой-то более серьезной коррекции. Конечно, если мы с вами выходим на крупные таймфреймы, то это, конечно, ужасная штука, которая должна очень хорошо разгружаться. Не вот так вот. Это штука, которая должна как минимум разгружаться вот так вот, а в идеале вообще уйти вот сюда. Поэтому, пожалуйста, это учитывайте, все круто, понимаю булрана, новости и тому подобное, но все это в обязательном порядке учитывайте. В общем, соображения такие, если они были вам полезны, поддержите данный выпуск лайками, свои же мысли оставляйте в комментариях. Но если не подписаны на канал, подписывайтесь, прикиньте, сегодня целый выпуск, одним дублем записал. Бывает же такое. Всего самого наилучшего. Работаем.